МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конце этой недели ожидается важное для всего судейского сообщества событие. Ежегодная конференция подведения итогов. У кого-то это называют коллеги, у вас, наверное, тоже. Это важно, наверное, не только для судей Тверской области, но и для всех правоохранительных структур. Вот несколько слов. Давайте начнем с того, что подведем тоже своеобразный итог. Чем запомнился уходящий 2019 год и уже вступивший в силу 2020? Я бы, видимо, начал с того, что в ежегодном своем послании Федеральному собранию наш президент Владимир Владимирович Путин отмечал, что ключевую роль в обеспечении законности и прав граждан играет судебная система Российской Федерации. И далее, безусловным, как он указал, должен быть не только профессионализм судей, но и доверие к ним. Ну, я думаю, что общество, и я думаю, что я в этой оценке не одинок, предъявляет судьям единственный стандарт. Безупречность. Безупречность во всем. В профессионализме, в процедуре осуществления правосудия, в процедуре принятия судебных актов. Но и не только в этом, я так полагаю, что и безупречность в повседневной жизни. Ну, конечно, это же профессия обязывает, что называется. Профессия обязывает. Ну, а какие события главные, на мой взгляд, случились в этот период времени? Ну, во-первых, изменился процессуальный закон, изменился очень... В действие вошла полноценная многозвенная судебная система, она изменилась. Значит, в Российской Федерации появилось 14 новых судов. Значит, появились касационные суды, появились суды апелляционные. Я имею в виду систему судов общей юрисдикции. То есть, система, отвечаем всем мировым стандартам. Значит, и как у нас принято говорить, что вот развернутая по инициативе Верховного Суда Российской Федерации, так называемая процессуальная революция в суде производства, совершилась. Конечно, это не могло не коснуться и Тверской территории. Значит, мы с вами... Ну, у нас в Тверской области была проделана колоссальная работа по инициативе наших законодателей, по инициативе Тверского областного суда. Значит, был принят закон федеральный о создании межрайонных судов, о упразднении некоторых районных судов в Тверской области. Значит, какой результат? Ну, если обращаться к прошлому, у нас было 40 районных судов, осталось 28 судов. То есть, практически вот такое сокращение. Если брать военные, да, у нас 21 суд сократился. На сегодняшний день у нас действуют уже межрайонные суды. 7 межрайонных судов новых, многосоставных. И мы ожидаем введения в действии совершенно, я думаю, в ближайшем обозрительном будущем, один межрайонный суд Неледовский. Вот, кстати, пока мы далеко отсюда не ушли, а как людям удобно? А я сейчас хотел на этом остановиться. Вот такое впечатление у многих создаётся, что реорганизация этого судов повлечёт какие-то неудобства для граждан, которые проживают на определенных территориях. Да, вот у меня сразу почему-то такая картинка возникает. Вот в сумке в руки, ловить попутки и ехать. Никакой нужды в этом нет. Почему мы пошли на такое изменение организационной деятельности судов? Ну, к сожалению, к великому отток населения и неравномерная нагрузка в работе судей. То есть, ну, зачем Сандовой иметь, допустим, трёхсоставный суд или двухсоставный суд, когда там одному судье, в общем-то, нагрузка невероятно маленькая. От численности населения. От численности населения создаёт, наверное, количество дел, которые должны перерабатывать елены суды. Но это не значит, что тоже Сандово. Любой районный центр, который раньше имел у себя суд, также его имеет. Единственное, что там этот суд теперь называется судебным присутствием, и там работает усечённое количество судей. Вот там, где достаточно одного судьи, он и будет там один работать в судебном присутствии, как работал, возможно, раньше. То есть, какие-то дела будут решаться, да? И что-то подать нужно? Все подавляющие, вот давайте мы договорились так, все подавляющие абсолютно, 99,9% дел, как рассматривалось, так и будут рассматриваться в тех же районах. Есть категории дел, которые будут рассматриваться в межрайонных судах, и мы пошли на такой шаг, ведь от того, что изменилось в процессуальном законодательстве. Вы знаете инициативу президента нашей страны, инициативу Верховного суда, значит, по инициативе президента расширение компетенции судов присяжных. Вы знаете, что по категории особо тяжких, тяжких преступлений по определенной категории, значит, в Терской области уже действуют, работают районные суды, рассматривая дела с участием коллеги присяжных. Да, 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 уже мы были, вели репортажи из некоторых процессов. Значит, ну вот, и мы встали перед дилемой определенного толка, значит. Ну, скажите, пожалуйста, в маленьком районном центре, разве там, ну, небольшом, будем говорить, я не хотел обращаться, ну, к Сандову, допустим, ну, давайте Весегонск, Санково, значит. Разве есть какие-то секреты, и разве мы можем сформировать, ну, абсолютно объективную скамью присяжных? Ну, это как деревня, да? Ну, я про это и говорю, что никуда на деревне не скроешься, конечно. Вот, поэтому, вот, создание межрайонных судов позволяет нам создать условия для того, чтобы наиболее объективно и справедливо судьи рассматривали бы вот такие споры. Значит, это первая, вот, посылка, на что мы, вторая, что нам позволила? Вот, знаете, у нас были суды, там, двухсоставные, трехсоставные, ну, это я приведу пример по Сележарову, да? Ну, нечего там, ну, как бы, нагрузка настолько мала, что работать трем судьям, ну, это большая роскошь, при том, что в Твери, ну, как говорится, кто-то несет громадную нагрузку и рассматривает большое количество сложных дел. А в Сележарову, значит, и категория дел, ну, несравнима с теми правоотношениями, которые в Твери культивируются. Да и количество гораздо меньше. Гораздо это в разы. Понимаете, вот мы решили, что там достаточно на сегодняшний период, наверное, и двух работающих судей, а единицы, которые мы высвободились, мы распределили в те суды, в которых достаточно громадное, большое количество дел перерабатывается ежегодно. Значит, это второй посыл. И третий, мы абсолютно уверены в том, что укропнение вот таких судов, создание межрайонных судов, позволит нам внутри судов сделать специализацию. Но не секрет, что у нас есть категория дел уголовных, гражданских, административных, дел, вытекающих из административных правовых отношений, которые я имею в виду КОАПовский, Кодекс об административных правонарушениях. И в этом смысле, когда будет у нас возможность специализировать судей на рассмотрение, отдельных судей на рассмотрение отдельных категорий дел, мы ждем улучшения качественных показателей работы судей, а, следовательно, и меньше судебных ошибок. Кстати, есть, существует какая-то, ну, такая вот между собой, наверное, условная нагрузка на одного судью? Или что называется, как Бог даст? Вы знаете, на сегодняшний день идет разработка. Значит, несколько, вот, недавно были публикации в центральной прессе, значит, у нас высшая школа экономики разрабатывала, но какие-то там нюансы, по-моему, финансирования сейчас существуют, пытаются разработать и утвердить какую-то научно обоснованную норму для рассмотрения определенных дел для судей. Значит, ну, средняя норма не бывает, все зависит от, опять же, специализации рассмотрения дел, но, тем не менее, какие-то условные цифры будут озвучены. Ну, вы знаете, для чего это делается? Ну, на мой взгляд, это абсолютно правильный подход. Почему? Потому что, если бы были бы какие-то установлены нормы рассмотрения какого-то количества дел в среднем на одного судью, в зависимости даже от профиля работы судьи, и это было бы, можно было бы принять каким-то нормативным актом, тогда бы при увеличении, а мы будем с вами сейчас о цифрах говорить, идет динамика определенного увеличения, при увеличении нагрузки в работе судей, значит, возникало бы обязательство у правительства автоматически решать вопрос о расширении штатной численности судей, работающих в судебной системе. Для чего? Для того, чтобы своевременно рассматривались дела, и чтобы граждане не ждали долго судебных актов, прохождения их по системе обжалования и так далее. Я думаю, что абсолютно правильно. Дай бог, чтобы так и было. Давайте немножко прервемся. У нас сейчас впереди рекламный блок, небольшой, буквально. Уважаемые телезрители, не переключайтесь, радиослушатели. Через три минуты мы вновь вернемся в эту студию. Мы вновь в эфире программы «Тема дня». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Александр Юрьевич Карташов, председатель областного Тверского областного суда. Александр Юрьевич, вы же начали говорить относительно касационных, апелляционных судов. Насколько эти суды оправдали себя? О чем мы можем сейчас говорить? Конечно, понятно, что начало. Еще никаких глобальных выводов нельзя сделать. Во-первых, вы знаете, мы стандартизировали правосудие. И приведено на европейские стандарты, общепринятые стандарты. Ну и в ту модель, которую видит президент нашей страны и Верховный суд Российской Федерации. Это первое. Второе, значит, мы должны исходить из какой позиции, из которой исходит, в общем-то, законодатель, наша Конституция. В соответствии с Конституцией Российской Федерации толковать закон может и один исключительный орган. Ну, если по применению Конституции понятно, что это Конституционный суд. А если говорить о нормах закона, значит, экономического, гражданско-правовых отношений, административного, кодекс административного судопроизводства, значит, в любой отрасли уголовно-правовой, исключительная компетенция толкования норм закона принадлежит Верховному суду Российской Федерации. Поэтому ждать какого-то кренового изменения, какой-то практики невозможно, поскольку за Верховным судом Российской Федерации остается надзорная функция. Ну, и все суды, которые находятся ниже, касационные суды, апелляционные суды, суды субъектов, районные суды, мировые суди, все обязаны и в силу закона, и в силу Конституции, и в силу Конституционно-федерального закона о судебной системе, значит, следовать той практике, которую формирует Верховный суд Российской Федерации. В этом и состоит единообразие применения закона на территории всей Российской Федерации. Суды начали работать. Я хотел бы отметить, что у судов, особенно касационного уровня, невероятно громадная нагрузка в работе у судей, потому что так называемая сплошная касация, когда любой и каждый может обратиться с жалобой касационной на состоявший судебный акт, поставляет громадное количество дел на обжалование. Ведь обжаловываются не только решения областных судов и так далее, обжаловываются решения мировых судей, районных судов, областного звена судов субъектовых, напрямую в касационный суд. Кстати, люди активнее стали на порядок возрастут. Они знают уже больше свои права или как в связи с чем? Вы знаете, если так рассуждать, я начал говорить о том, что к судьям предавляется критерий безупречности. Я понимаю, что я сейчас скажу непопулярные вещи, на меня могут многие обидеться, наши сограждане и земляки, вот здесь тверские. К сожалению, что в обществе не все люди к себе этот критерий примеряют, иначе бы не было правонарушений, нарушений порядка и так далее. Значит, поэтому все зависит от того, какое количество дел рассматривается и какое количество дел обжалуется. Ну, вот вам такие вот случаи комичные иногда происходят, иногда в жалобах написаны такие вещи, ну, к примеру, пьяный водитель управляет автомобилем. Его задерживают, работники ГИБДД, ведется видеорегистрация, все. Значит, в последующем он в жалобе пишет. Вы знаете, зря меня ведь наказали. Значит, я ведь выпил не тогда, не перед тем, как я управлял автомобилем, а после того, как меня уже задержали, расстроился. Значит, вот расстроился до такой степени, что вот эту вот ерунду, значит, которую, ну, даже нормальный человек никогда не поверит, можно писать, поскольку, ну, ну, не глупые работники ГИБДД, не глупые понятые, значит, и ехал неуверенно, и все признаки опьянения на лицо и так далее. Значит, ну, вот идут с безнадежными иногда порою жалобами. Но, на мой взгляд, это ничего не значит вообще для принципа осуществления правосудия. Кто бы, с какой бы жалобой не шел, если он желает реализовать свое право на обжалование судебного акта, оно должно быть обеспечено. Да, существует право. И сейчас вот эта многозвенность обеспечена. Понимаете, вот на самый высокий уровень поставлен порядок разрешения жалоб в Российской Федерации. Причем я хотел бы заметить, для чего эти кассационные суды были созданы. Для того, чтобы, наверное, избежать всякой субъективной оценки внутри региона в этим обстоятельствах. Чтобы исключить любое влияние. То есть, вот кассационные инстанции, полиционные суды и кассационные суды, они ведь межрегиональные суды. Значит, они ни в какой степени независимы, никак не соприкасаются с субъектовыми властями, исполнителями, законодательными и так далее. И в этом смысле слова, значит, говорить о какой-то пристрастности при принятии решения вообще, ну, так сказать, никакой почвы нет. Мне почему-то сейчас вспоминается дело вот этих самых гаишников, да, смоленских, которые, ну, здесь на первой инстанции рассматривались тоже, не стали рассматривать, чтобы не было какой-то субъективности там, непосредственно смоленские рассматривали здесь в Твери. Ну, знаете, теперь можно об этом деле и мне говорить, и высказывать свою точку зрения, потому что тогда еще задавали вопрос, какая моя точка зрения. Моя точка зрения, что судебные акты законные, судебные акты свидетельствуют о том, что совершено преступление, значит, преступление, за которое понесли, на мой взгляд, заслуженное наказание. Почему? Ну, вот, если говорить от обратного, как многие, я слово обывателя в хорошем смысле сейчас хочу употребить, ну, как мы, как вот люди рассуждают, обыкновенные простые, но если по отношению к прокурорскому работнику они себя так вели... То как будут они вести отношение простого гражданина, который не облачен правами? Да. И посмотрите, какое звуковое и шумовое сопровождение было. И комитет защиты создан, и обращение президента, и такая гиперактивная позиция, а нас ни за что привлекают к ответственности. Да что ни за что? Там надо просто посмотреть. Слава богу, видеорегистратор работал. Просто случайность. Понимаете, работал видеорегистратор, который зафиксировал все противоправное поведение. Ничего там. Там можно только ужасаться тому хамству, той наглости, и, вы знаете, вот, той уверенности в, собственно, безнаказанности. Да, вот вы говорите, и мне сразу на ум приходят некоторые, вот, казалось бы, первоначальные этапы, когда избирается мера пресечения, да? Вот как совершенно недавно то, что случилось у кукольного театра, трагедия, да? Ведь это же повышенное внимание к водителю было. И когда уже просили, вот, и у многих в нашем обществе бытует мнение, ну, его-то отмажут, говорят. Ну, его-то там под домашний арест или вообще отпустят. Вот я такое лично слышала. Значит, Ирина, я слышу очень часто и долетает, и приходит из общества и всякого рода слухи. Ну, вот я хотел бы... Вот вы затронули очень болезненную для меня тему. Вы знаете, я вот сегодня ехал, я сейчас даже время скажу, 11.37 я был на перекрестке улиц Рженикидзе и проспекта Победы. Три проезжавших через перекресток, два мужчины и одна дама, проезжали этот перекресток, осуществляя движение рулем одной рукой, трое сразу, а другой разговаривая по телефону. Значит, это обеспечивает безопасность движения или нет? Мы с водителями, ну, слава богу, у меня водители и тот, и другой, очень аккуратные, типично профессиональные люди, которые давным-давно... Значит, вы знаете, проезжаем перекресток, загорелся зеленый, мигающий, мой водитель, вот наш водитель, который у нас работает, останавливается. Значит, тут же нас объезжают и показывают, сигналят, показывают, что больной не едешь-то? Так мигающий-то зеленый свет предупреждает о том, что надо бы остановиться. Значит, и третий момент. Вообще-то, вот такая проблема, кстати говоря, для законодателей Тверской области, на мой взгляд, нам бы надо проверить, а кто у нас готовит водителей и любителей, Ого, это вопрос мы ставим тоже давно. Значит, вы посмотрите, какие правила проезда перекрестка. Вот мы сегодня подъехали, опять же, в то же время. Водитель говорит, не пойму, что в это время-то... Оказалось, разъезжаются два, друг навстречу друг к другу ехала, учебных автомобилей. Один, зачем они? Почему они в период интенсивного движения едут на перекресток, еще не сумев освоить начальные азы, то есть начало движения, они глохнут, это автомобили останавливаются, создают пробки искусственные. Третий момент. Вот поразительное, что происходит. Будут на перекрестке, значит, остановится движение, весь перекресток будет закрыт. И едут даже туда, куда ехать невозможно. Закрывают движение, мешают производству маневра, кому-то надо проезжать, там поворачивать и так далее. Значит, а знаете почему, на мой взгляд? Потому что у нас люди выходят на дорогу и выезжают не с убеждением предупредительности, а с убеждением собственной исключительности. И то, что вы говорили, вот я не знаю, не буду сейчас отдаваться вопрос виновности, у меня, как у любого гражданина, один вопрос. С какой скоростью можно проезжать автодорогу, осознавая, что впереди есть пешеходный перекресток, и осознавая, что самое главное, это ведь страшное, что там кукольный театр, а там, где есть детские учреждения, водитель уже должен ехать с предубеждением того, что может ребенок оказаться на проезжей части. Какой скоростью? Но не 104 километра в час? Нет, ну вы знаете, пусть даже и меньше скорость будет, но в правилах дорожного движения написано очень лаконично и очень правильно, что водитель должен управлять автомобилем с такой скоростью, которая бы обеспечивала внезапную остановку автомобиля при условии возникновения препятствий. Все, вот ты, пожалуйста, так ориентируйся, насколько у тебя реакция, как ты быстро сможешь реагировать, и от возраста зависит, и от навыков. Ну вот, что бы я хотел сказать, что можно многие вещи комментировать и по избранию меры пресечения. Вы знаете, требования Европейского суда по правам человека, и требования Верховного суда по правам человека, Верховного суда Российской Федерации, и наши требования, как вышестоящие судебные инстанции, они основаны на законе. Вы знаете, мы вот смотрим нашу статистику, мы смотрим, ну, к примеру, вот, наверное, будет телезрителям интересно, что в текущем году, по сравнению с прошлым годом, на 10% меньше стала инициатива от следствия избирать такое меру пресечения, как содержание подставочек. Да, да, мы еще раз напоминаем, что это от следствия идет инициатива, что следствие обращается с ходатайством в суд. Да, значит, вот на 10% меньше. Удовлетворяемость 97%, то есть только в 3% суд не согласился с предложением следствия. И если говорить дальше, вот какие случаи, ну, надо понимать, что закон ограничивает избрание меры пресечения в виде заключения по стражу, значит, тяжестью преступления, которое вменяется вину тому или иному лицу. Это, ну, это очевидно, это особо тяжкие преступления. Тяжкие преступления, там, где есть рецидив у личности, то есть совершение преступления повторно. Значит, ну, и понятно, что есть какие-то общественно значимые последствия, вот такие, о которых, видимо, вы сейчас говорили. Я не предрекаю решения судов, я не знаю, как они будут рассмотрены. Я как-то объяснял, что, ну, я не могу свою точку зрения высказывать, поскольку я не являюсь ревизором этих судебных актов. Значит, вот когда тебе компетентно, значит, надо отвечать, ты должен сам изучить, ты должен обладать процессуальными полномочиями, и у судей возникает право комментировать только после того, когда уже эти судебные акты случились. Значит, так же, как и у меня, как у председателя суда, возможен комментарий только тогда, когда вся судебная процедура закончится в Тверском областном суде. Понятно. Вот несколько слов о том, о ожиданиях и о том, что все-таки, как показала себя практика судов присяжных. Вот в этой студии мы столько раз говорили, рассказывали, втолковывали буквально людям. Вы знаете, сейчас в производстве Тверского областного суда находится два дела с участием присяжных заседателей. коллеги присяжных заседателей, я вам тогда говорил, скажу и сейчас, задайте вопрос суде Карташову, каким ему отдали бы дело, там было бы, значит, в какой форме, мне легче рассматривать, с участием коллеги присяжных заседателей. Да, 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 мы так о своем рассуждали. Мне легче, почему? Потому что, и вот эта вот посылка такая, некая, что, дескать, можно наших граждан обмануть, это... Разжалобить, да. Вы знаете, это от лукавого все, не разжалобить, не обмануть, значит, люди и общество отражают те же чаяния, которые у большинства граждан наших находятся. Значит, это вера в справедливость, но это вера и не в безнаказанность, понимаете, вот многие рассчитывают на суд присяжных из тех, кто совершил преступление. Еще почему? Потому что очень важно будет получить очень важное в вердикте обстоятельства. Значит, когда решаются вопросы доказанности, недоказанности обвинения, совершено преступление или нет, остается очень важный вопрос. Почему важно, я сейчас объясню. Если они признают заслуживающим снисхождение при признании виновности, вот тогда возникает вопрос, как только они сказали, что снисхождение, возникает норма, которая прямо записана в процессуальном законе, в материальном. При условии снисхождения не может быть назначено максимальное наказание, а срок назначаемого наказания и может превещать там три четвертых или две третих. Вот у меня сейчас сразу на ум дело недавно, недавно в пролетарском районе первое такое дело было рассматриваться с участием признанных. Девять килограммов наркотиков, но заслуживают снисхождение. А это вот мы должны спросить у представителей нашего гражданского общества, как они выражают. Я могу поставить нашу позицию, ту, которую она уже давным-давно культивируется, наверное, в Тверской области, в Тверском правосудии. Я ее высказываю публично, не стесняюсь. Я считаю, что распространение наркотиков, торговля наркотиками, самое страшное зло, социальное, которое мы на сегодня имеем. Это причина совершения очень многих преступлений. Я думаю, что доказывать даже, это аксиома. Но есть вещи, которые доказывать нет необходимости. И самое страшное, что первое, кто попадает в поле зрения и ранимых, это дети. Оттуда начинается та среда, которая становится наркопотребителями. И второе, куда попадает, в первую очередь, это социально неблагополучные, ну как это сейчас, принято называть социально проблемные группы населения. То есть многие, к сожалению, вот этим пользуются. Я приведу такой пример. Мы еще работал президиум, пересматривали одну жалобу. Женщина отбывала наказание, по-моему, у нас в Вышневолодском районе. И она говорит, я попала в зону беспредела. Значит, а наказание что-то там, это у нас наказание, наверное, годам 15 было. Вот за, я говорю, ну да, конечно, то, что вы провозили около килограмма героиня, героина для продажи суда, это не беспредел. Значит, а вот сколько людей на килограмм героина, ну даже вот понять надо бы такую сумму. Это не беспредел, это обычное явление. Вы забыли о собственном ребенке, сейчас вы нам напоминаете, что он у вас есть. Вы забыли о том, сколько людей можно отравить этой гадостью. Вы забыли, сколько горя принесет вот эта гадость в семье, какое количество будет гримы, я не знаю, горя хлебнет. Люди вот совершенно не осознают. А потом сразу вдруг вспоминают. Да, а потом вспоминают об обстоятельствах, вот, дескать, должны явиться предметом жалости. Я сразу вспоминаю, вы знаете, Александр Ильич, сколько, 10, нет, уже, наверное, больше лет назад, когда вот у нас стояло на повестке не вопрос с киммерами, это, по-моему, да. Помните, как там, вот я помню, тогда приезжала, еще говорили, еще тогда правоохранители говорили, господи, увеличили бы, увеличили бы наказание, что тогда, вот бились, казалось бы, мы, вставало общество все за то, чтобы на порядок увеличили наказание. Там же все вымерло, были часть города, где все сидели. А потом что случилось? Значит, что случилось? Вот благодаря той уголовно-правовой политике, которая осуществлялась, значит, я хотел бы сказать работе наркокомитета, как я его называю. Тогда же всем миром, да. Значит, и принципиальная позиция судебной власти, которая, значит, ну, я вам говорю, что доработались в свое время до того, что, я уж могу так зрителям сказать, время давнее, что одному из там работавших тогда руководителей судов, священник местной анафемии не передал, потому что 8 лет за наркосбыт и 6 лет условно, значит, это вот как-то звучало, знаете, для меня, как для человека, который такой же гражданин, как и все остальные, мне было непонятно, а причина жалости, мне говорят, да вот жалко, иногда мне пытались, пытались многие судьи объяснять, что жалко, я говорю, откройте уголовный кодекс, или уголовно-процессуальный, покажите мне, где такой принцип осуществления правосудия есть, жалко, и причем, ваше жалко не должно быть основано на ваших эмоциях, а должно быть строго основано на законе, вы не имеете права на такую эмоцию, как жалость, вы государственные чиновники, по классификатору отнесены к категории госслужащих, а, это и депутаты, значит, это и сенаторы, и вы там же, ну, тогда уж соответствуйте, наверное, тому пониманию, и, ну, найдите в обществе мнение, которое одобрило бы вот 8 на 6, да, 8 лет и 6 условно, кто скажет, что это хорошо, я вот говорю, для того, чтобы понять, хорошо это или нет, надо вот как-то с обществом. Часто бываю в колониях Тверской области, я вижу, что львиную долю там часто составляют те, кто получил срок за реальную торговлю наркотиками, и это очень важно, что вот какие у нас тяжкие, особо тяжкие, экономические преступления, коррупционные, что у нас преобладает, в конце концов, это срез общества, и то, что приходит вам, да, в суды, говорит о состоянии дел здесь на воле. Ну, вы знаете, вот прежде, чем перейти к конкретно уголовным делам, я бы хотел, ну, хотя бы несколько цифр нашим зрителям, телезрителям сказать, что вот всего в Тверской области судами общей юрисдикции, включая мировых, районах, судебластного суда, рассмотрено 313 тысяч 186 дел. Из них более 140 тысяч рассмотрено гражданских дел, 65 тысяч дел об административных правонарушениях, 53 тысячи дел, это административные дела, почти 7,5 тысяч дел, это уголовные дела, и более 45 тысяч, я подчеркиваю, это дела, которые суды рассматривают, значит, материалы, которые суды рассматривают в порядке досудебного и судебного контроля. Сюда входит всякого рода санкционирование мероприятий по ограничению конституционных прав граждан, я имею в виду разрешение, значит, на посещение, на, ну, понятно, на прослушивание, просмотр корреспонденции, и так далее, значит, ну, и очень громадную, большую часть занимают материалы, которые рассматриваются в порядке судебного контроля, когда обжалуются действия органов следствия и дознания по незаконному возбуждению дела, по незаконному совершению процессуальных каких-то действий, значит, что говорить, что можно было бы сказать, и что бы я хотел подчеркнуть, вот у нас львиную долю дел рассматривают мировые судьи, мировые судьи, которых 83, напоминаю, в области рассматривают, вот в этом году прошедшим рассматривали 170 тысяч дел. 83 судьи, судьи мировых, обалдеть, и это на 7 процентов дел больше, чем в прошлом году, и понятно, что большая часть дел, которые они рассматривают, это дела, которые рассмотрены в приказном порядке, то есть в усеченной процедуре рассмотрения, которая не требует большого длительного процедуры судоговорения, но тем не менее это нагрузка, это дела, которые требуют технической обработки, изготовления судебных актов и так далее. Я хотел бы сказать, что говоря в целом о том вопросе, о котором мы с вами обсуждали, вот если говорить в целом, то у нас из года в год идет четкое сокращение количества рассмотренных судами уголовных дел. Тому есть два объяснения, две причины. Первая, это государственная политика, которая декриминализирует, суть которой состоит в декриминализации тех преступлений, небольшой тяжести и средней тяжести и перевод из категории преступления в категории правонарушения. Это государственная политика, одобренная президентом страны, верховным судом, эти категории дел уверяются тщательно, это само собой разумеется. Вторая часть, вы знаете, что у нас увеличилось по сравнению с 2018 года на 20% увеличилось количество осужденных, которые ранее имели судимость. Вот это цифра, которая не может не тревожить. То есть, те, которые уже совершали преступления, новых совершают. Что может порадовать нас, исходя из той статистики, которую мы имеем, в целом, вот такие цифры. 17% на 17% уменьшилось количество осужденных женщин. Это очень хорошо. Это на мой взгляд, это хранительница очага. Я думаю, не только женщины, наверное, не только хранительница очага, а хранительница нашего общества. Нашего общества, конечно. Кроме того, нам очень импонирует то, что у нас сократилось количество лиц, совершивших преступления в группе на 16%. Это отягощающий вариант. Это разговор о том, что уже как-то меньше организованной преступности становится, исходя из показателей судимости. В состоянии алкогольного опьянения почти на 11% осуждено лиц меньше. Самое главное, что нас не может не радовать, у нас сейчас стабильно начинает падать судимость несовершеннолетних на 10%. Но мы же столько лет этому уделяли всеми правоохранительной структуре внимания. Вы знаете, если мы работаем в этой плоскости, то мы должны получать результаты. Пусть они не такие скоротечные, но если они будут стабильно в этих процентах держаться, то это путь вперед. Филактическая работа дала свое. А еще говорят, что все-таки наше правосудие имеет четко обвинительный уклон. Не дождаться вам никогда оправдательного приговора. Что касается четко обвинительного уклона. Вы знаете, странные вещи происходят. У нас есть анализ, статистика, судебная статистика, она вещь, как любая статистика, совершенно упрямая. Но вот я вам хочу сказать, что если мы посмотрим ту статистику, которую мы располагаем, она же машина считает, не люди, то я хотел бы вам сказать, что на сегодняшний день из 7465 по-моему дел уголовных, я могу ошибаться на немного, вернее, ну не важно этот порядок главное. Я вот вам хотел сказать, что каждое седьмое уголовное дело прекращено либо до суда, либо в судебном порядке. Значит, каждое седьмое, значит, либо по этим делам состоялись оправдательные приговоры. О чем это свидетельствует? О том, что вот каждое седьмое дело не имело реальной судебной перспективы. Не имело реальной судебной перспективы. Что касается цифр, которыми мы располагаем на сегодняшний день, ну, наверное, нашим слушателям, я уж, пусть они меня извинят, прибегну к цифрам, почему? Потому что надо бы иметь какое-то понимание у нас у всех, какое количество дел обжалуется. Вот по уголовным делам обжалуется у нас на сегодняшний день 2%, 2,5%. Только 2%? 2,5% от количества рассмотренных дел. У меня такое впечатление, но я часто в судах мне кажется, что каждый подает. По гражданским делам 1,7%, по административным делам 1,9%, по кодексу об административных правонарушениях чуть больше, 2,5% тоже обжалуется. Смотрите, это ведь абсолютно подавляющее количество судебных актов, которые постановлены судами всех уровней, не обжалуются. А что это значит? Это значит, что люди согласны с тем, что вынесут? Во всяком случае, государство в процедуре обжалования препятствий не чинит, и закон не чинит никаких препятствий. Вы знаете, мы с вами вот когда говорим о том, значит, кто за что осуждается, значит, что может нас тревожить, и что нас в таком случае может заставлять думать. Значит, мы посмотрели, какое количество общеосужденных у нас в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом, в чем произошло уменьшение, в чем у нас произошло увеличение, так вот, лиц, которые подвергаются наказанию в виде реального лишения свободы, из года в год сокращается. Но это общая российская тенденция. Вот вы знаете, я вас перебью, буквально вчера у нас была пресс-конференция с руководителем СИН, он говорит, что колонии области Тверской на 70% заполнены, лимит 10 тысяч, реально находится там 6,5 тысяч. Если вы можете пошутить, шутка может неуместна звучать, но у нас с ними договора о наполняемости колонии нет. Слава Богу, понятно. Поэтому, наверное, я не знаю, может, это даже хорошо. То, что у нас большая часть граждан за совершенные деяния подвергаются виновных, имеется в виду адекватному наказанию, не связанным с лишением свободы, это каждый раз свидетельствует о гуманизме текущего законодательства, это первое, и о возможности человеку осознать, что он совершил, значит, и у него есть альтернатива, либо он рецидивирует и тогда его ждет, ну, как бы, так сказать, наверное, более жесткое наказание, я уж не буду там говорить, какое, это уже суд будет как в каждом конкретном случае разбираться, либо у него есть шанс, получив какое-то наказание, не связанное с лишением свободы, ну, оправдать, наверное, доверие общества и доверие суда, значит, и встать на путь исправления, ведь у человека всегда должен быть выбор, и слава богу, В первых человек, да, в большинстве, это своем, не каждый же отчаянный, негодяй. Я бы хотел сказать, что вот такое количество лиц у нас к реальному лишению свободы у нас сократилось по сравнению с прошлым годом на 9%, вот в 2007 году на 11 было сокращение, в 2018 на 7%, значит, в текущем году значит, на 4,7%. Такое количество лиц составило 1,552 человека. Значит, что касается общего количества осужденных, вот в этом, прошедшем, истекшем, вернее, в 2019 году, вот, что у нас произошло. На 9,7% у нас уменьшилось вообще количество осужденных лиц. Осужденных к штрафу уменьшилось на 32%, вместе с тем, к обязательным работам на 18%, уменьшилось, условно осужденных на 9%, а вот тех, которым назначено наказание в виде исправительных работ увеличилось на 13%, у нас еще есть наказание в виде принудительных работ, появилось новый вид наказания, значит, ну, и я бы хотел сказать, что в целом мы оцениваем вот эту ситуацию как такую же динамично меняющуюся в лучшую сторону с точки зрения, ну, возможной реабилитации осуждаемых лиц и отвечающей тем тенденциям, которые происходят в целом в Российской Федерации. Что касается вопроса, о котором мы с вами уже говорили, условно-досрочное освобождение. Вот только хотел задать, как быть, да, с этой темой, потому что тоже много лет говорим об этом, как увеличить процент, чтобы давали, или как, кто и как, как сейчас с этим обстоят дела? В 2019 году судьями рассмотрено 2473 материала о продлении срока содержания подстражей сначала. Вот я хотел бы вам рассказать. И вот в 97-70 случаях мы продлевали сроки содержания подстражей. Но законодатель шагнул вперед. Законодатель еще ужесточил требования тогда, когда надо прийти и получить у суда разрешение продлить срок содержания подстражей. И в данном случае требования ужесточились по отношению к следствию. Следствие должно прийти и обосновать, что они в это время сделали по отношению к тому делу, которое расследуется. Как оперативно, четко они работали, какие процессуальные действия они существовали, были ли они недостаточными, разумными, всеобъемлющие. И только когда судья в этом убедится, во всем этом, только тогда будут рассматриваться, наверное, положительно удовлетворяться такого рода в конце концов, это на время предварительного средствования. цифра не меняется, значит, и есть проблемы. И они были проблемы. Вы знаете, я бы разделил эти проблемы на две категории. Проблемы внутренние, которые касаются, ну, наверное, упоминали, мы разговаривали с Александром Николаевичем, значит, с руководителем ОФСИН, говорили очень долго, разговор был предметный, профессиональный, и нет необходимости скрывать, мы бы, чего бы мы хотели от этой системы. Мы бы хотели более четкой, правильной, где-то даже, может быть, психофизиологической характеристики личности, значит, как он сориентирован, как он вообще мыслит дальнейшее поведение на свободе, если он будет условно. Это непосредственно, то есть, зависит от начальников отряда тех, кто работает со всеми осужденными. Но самый глобальный вопрос, на мой взгляд, мы должны понимать, а как в условиях ресоциализации будут эти люди там находиться. Значит, это очень простые бытовые вопросы, жизненные, а из этого жизнь состоит, где он будет жить, сохранил ли он место, где он проживает, значит, с кем он проживает, кто его ждет и что его ждет. Ждет ли его какая-то элементарная трудовая деятельность, если он трудоспособен, если не трудоспособен, какое-то, может быть, социальное учреждение, вообще, из чего будет жизнь продолжаться у этого человека. Значит, либо он придет, как многие, извините, но не хотелось так говорить, значит, есть такие случаи, когда через два, через три дня после освобождения человек формально пробивает витрину, берет бутылку, и там же засыпает. У нас серебряные макароны дают, называется. Вот, но это мы такие уже исключительные случаи берем. Но тем не менее, мне кажется, что есть две, еще из этого вытекает проблема. Знаете, во многих странах законодательство строено таким образом, что вопрос условно-досрочного освобождения находится вне компетенции судов. Это находится в компетенции губернаторов, значит, создается большая представительная общественная комиссия, которая обладает правом рекомендовать губернатору освободить либо не освободить условно-досрочно того или иного. Как комиссия бы помиловала? Комиссия, да, но комиссия рекомендует, да, принимает решение президента. Но в данном случае точно так, такая же формула. Почему было бы это лучше? Потому, чтобы как раз вот внимание, как будет социализирован, грубо говоря, условно-досрочно освобождаемый, имеет большое значение. Второй момент, вы знаете, конечно, Верховный суд активную позицию занял в том, чтобы к этому формально не относились. Мы сейчас меняем, но, наверное, некоторые критерии на поведение. Мы говорили с руководителем Усина, но, знаете, всякого рода бывают нарушения, которые допускаются осужденными в период отбывания наказания. И весь вопрос в характере этих нарушений и о чем они свидетельствуют. Ну, извините меня, значит, стоял небрежно в строю, неправильно был одет головной убор. не ровно где-то, не так, как в армии, когда надо померить козырек по лбу. Значит, ну, вот что-то подобное из этих нарушений, ну, наверное, не свидетельствует о злостности, об умышленности этих, о противлении распорядку власти, закону. Человеческая плотность или что-то усталость. Да есть люди, которые, извините меня, как бы ты ему не прививай, если ему там к 40 годам не привили некие манеры, значит, небрежность или неряшливость в одежде, она и будет у него на всю оставшуюся жизнь. Поэтому и здесь мы начинаем уже подходить более детально, анализируем, а правильно ли, в общем-то, видимо, и взыскание было наложено, и какой характер, и так далее, потому что суды к этому раньше относились формально. дескать, было же взыскание, было, ну, чего тебе туда торопиться, посиди еще. Значит, ну и с этим как бы сейчас практика меняется, у нас есть движение вперед в том смысле, что удовлетворяемость становится все выше и выше такого рода ходатайс, которые представляют и органы ОФСИН, и в том числе в законе не возбраняется, сами осужденные обращаются с такого рода ходатайс. Ну, то есть, мы сейчас рекомендуем, вы обращались, вы и обращаетесь, если вы... Ну, вы знаете, законодатель так, ведь устроил все разумно, значит, и вот, чтобы у наших телезрителей превратного впечатления не было, значит, но если человеку отказали в условно-досрочном освобождении, он через полгода в праве вновь вновь обратился. В праве вновь, не опускать руки, уважаемые телезрители, я хочу сейчас обратиться, у нас сейчас время рекламы подходит, мы еще не поговорили о том, что интересует многих, о новом здании для Тверского областного суда, это бывшая, так называемая, Бастилия, поэтому сейчас мы прервемся опять на небольшую рекламу, а потом вновь вернемся и вот уже вот об этом расскажем, не переключайтесь. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья, напоминаю, что в программе тема дня сегодня Александр Юрьевич Карташов, председатель Тверского областного суда и буквально перед уходом на перерыв был вопрос относительно судьбы здания на улице Брагина, да? У нас оно, да, так называемое Бастилия в прошлом. Ну, я думаю, что граждане Твери увидели, что уже Бастилия, видимо, это здание называть не придется, оно изменило внешний облик, значит, вот и цветовая гамма изменилась, и качество строительных материалов ведется, осуществляется комплексный капитальный ремонт, я думаю, что мы и вас, Ирина, значит, на открытие, так сказать, в новом качестве этого здания пригласим. Когда вопрос? Я думаю, июль-август. Уже этот год? Да, этот год. 2020 год? Да, у нас техническая готовность высокая. Июль-август, то есть там уже и внутренне, там все поменяется? Идут внутренние работы Ага, а что там будет находиться? Вот как он? Это областной суд Тверского, тот, который сейчас на улице Горького, или как? Значит, там будут находиться все судьи Тверского областного суда, весь аппарат Тверского областного суда и управление судебного департамента по Тверской области. Ага, а будет как-то касаться вот то, что у нас сейчас остается на улице Горького, это историческое здание, кто там будет? Или вы отдаете это здание? Вы знаете, мы вот еще находимся в стадии решения, у нас есть требования и жителей, и обращения уже многие о том, чтобы Заволжский суд территориально располагался бы в Заволжском районе. Тот, который сейчас на Московской? Да. А Калининский суд, ему не имеет значения, на какой территории находиться, мы могли бы поселить как раз здание Московского суда. Тогда бы у нас разумное соотношение помещений было бы правильным. То есть, а в здании Калининского суда, где теперь находится, на набережной Лазури, да? Да. А там что? Ну, я думаю, что я, может быть, забегаю вперед, это не моя компетенция, но, во всяком случае, насколько я посвящен, планы управления судебного департамента, там идет вопрос, обсуждается вопрос о возможном расселении военного гарнизонного суда в здании Калининского района. Это тот, который у нас сейчас в центре города, да, военный гарнизонный суд? Там просто места побольше у них сейчас, они имеются отца? Они в стесненных условиях работают, да. То есть, это уже будет понятно, что, где вот такая перетасовка, да, вот к лету, да? Да, ну, вы знаете, освобождаются здания военно-гарнизонного суда, я думаю, будут передаваться, значит, здания, то, которое на сегодняшний день занимает управление судебного департамента, будут передаваться. Так что зданий, которые мы можем передавать, значит, городу достаточно много, и по площади они адекватны тому, что на городе Вице-Горького. И посетителям тоже будет вот так намного комфортнее, удобнее, если вы говорите даже жителям Заворского района, конечно, удобнее в Заворском районе. Московский центральный так и остается, да, а Калининский мы все равно не где-то в районе. Хорошие условия у всех сейчас судов, отлично. Отлично, но будем ждать. По области, в межрайонных судах тоже идет, да, вот такое создание условий работы судей? Создание необходимых условий, да. Профессионалов судей хватает на сегодняшний день? Слава Богу, да. То есть нету вот такого вот какого-то нелимита, нехватки сотрудников? Значит, большой резерв, порядка 50 человек. Несколько слов о том, кто может стать, может быть, сейчас нас слушают люди, вот стану-ка я судебой, что для этого надо? 25 лет возраст, 5 лет судебного стажа юридической специальности, который дает основания, значит, и сдать квалификационный экзамен на должность судей. Вы так легко говорите сейчас, квалификационный экзамен, я просто знаю, как будто знакомые мои судьи сдавали, это же, это что-то страшное, это экзамен, экзамен. Ну, статистика такова, что 60% сдает экзамены, ну, 55-60% в первый раз. Это надо, надо обладать большими знаниями, да, Александр Ильич посмотрел, у нас здесь находятся представители, наверное, тоже будут когда-нибудь судьи, будут сдавать все впереди. Относительно мировых судей, нагрузка огромная, вот вы говорили, 83 мировых судей, сколько дел, какое-то количество невероятное. Но, тем не менее, не у всех есть даже секретарь, не у всех есть, ну, как-то не оснащены, да, в чем дело? То есть, есть, существует проблема, мы с губернатором, с Игорем Михайловичем обсуждали эту проблему, я думаю, она решаемая. Значит, если говорить о цифрах, то, конечно, у нас всего лишь 20 помощников, самое худшее количество, которое, меньшее количество, которое есть в Центральном федеральном округе среди судьбов субъектов. Значит, у нас обеспеченность, ну, от 83-20, посчитать проценты легко, а самая меньшая обеспеченность после нас, 67%, это в Рязанской области. Значит, поэтому есть, понятно, что это обременительно, что это деньги достаточно серьезные, но помощники должны быть еще и потому, что они введены в ранг процессуального закона, это теперь уже данность, они должны быть, и все. Вот нам наши помощники показывают, что время, к сожалению, подошло к концу. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Я думаю, что всем было нашим телезрителям, радиослушателям, очень интересно. Всего вам самого доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин